Друзья, всем привет! Китайские производители, производящие мобильные телефоны, продолжают расширять ассортимент своей продукции. Сегодня мы с вами поговорим о компании HOMETOM, которая хорошенько вдохновилась успехом своего музыкального смартфона HOMETOM HT37 и через некоторое время представила публике его наследника. Данное устройство получило обозначение HOMETOM HT37 PRO. В этот раз производитель провел хорошую работу над ошибками, тем самым установив в смартфон улучшенное железо и поработал с производительностью. В частности, устройство предназначено для качественного воспроизведения музыки. Однако ограничиваются ли этим все его достоинства, в этом нам предстоит и разобраться. Да, кстати, полный обзор со всеми тестами смартфона я выложу буквально через сутки на втором канале NewMobile Lite. Так что, кому интересно, переходите по ссылочке внизу в описании. Ну а сейчас предлагаю начать. Дизайн и внешний вид смартфона ничем не отличаются от его предшественника. Корпус выполнен из алюминия, толщина его 8,9 мм, вес 161 грамм. На передней панели смартфона расположен дисплей производства Sharp. Диагональ его составляет 5 дюймов, матрица IPS, разрешение HD, то есть 1280 на 720 пикселей. Матрица имеет хороший запас яркости и контрастности. На солнце изображение остается читаемым. Вся передняя панель покрыта закаленным стеклом, которому применена технология 2,5D. В нижней части под дисплеем расположилась навигационная панель. Три сенсорные кнопки, которые не подсвечиваются. Под ней полоска разноцветных светодиодов, которые загораются и мигают при воспроизведении музыки. Такая же полоска расположилась и в верхней части панели. Под ней видим разговорный спикер, фронтальную камеру, стандартный набор датчиков и светодиодную вспышку. Фронтальную камеру оснастили модулем на 5 мегапикселей с интерполяцией до 8. Фото получается неплохого качества, однако если фотографироваться при хорошем освещении, полученные снимки смогут порадовать любителей себяшек. На правом боковом торце смартфона расположились качелька громкости и кнопка питания. Левый торец чистый. На верхнем джек 3,5 мм для гарнитуры. На нижнем решетка внешнего динамика, микро-USB порт для зарядки и микрофон. В верхней части тыльной панели видим основную камеру, сканер отпечатков пальцев, между ними светодиодную вспышку, в нижней части логотип компании. По сканеру нет никаких вопросов. Обучается легко, срабатывает на касание быстро. Он является 360-градусным и многофункциональным. Что касается фото и видео возможностей основной камеры, ее оснастили модулем на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13. Фото с нее достойны внимания, однако только те, что сделаны при хорошем освещении. Если вы будете делать фото в вечернее или ночное время суток, будьте готовы к тому, что на фото будут присутствовать шумы. Поддержку LTE-сетей и достойную игровую производительность смартфону обеспечивает 4-ядерный процессор производства Mediatek MT6737, тактовая частота ядер которого достигает 1,3 Гц. Графику обрабатывает 2-ядерный видеоускоритель Mali-T720 MP2. Эту связку дополняют 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Последнюю можно расширить при помощи карты памяти microSD еще на 64 ГБ. Если будет мало, смартфон поддерживает функцию OTG. Задняя панель смартфона съемная, под ней мы можем видеть 2 слота под сим-карты и слот под карту памяти microSD. Еще здесь присутствует аккумуляторная батарея. То есть, как мы могли видеть, смартфон поддерживает работу 2-х сим-карт, а также 2, 3 и 4G-сети. Такие модули, как Wi-Fi, Bluetooth, GPS-приемник, они в наличии и работают неплохо. Что касается стереозвука с динамиком, об этом в полном обзоре. Автономность смартфона обеспечивает съемный аккумулятор, емкость которого составляет 3000 мА. Время работы при постоянно активном экране 7 часов. В обычном режиме около 2 дней. Функция быстрой зарядки не поддерживается. Друзья, кто хочет приобрести или узнать больше информации о смартфоне, это можно сделать, перейдя по ссылочке внизу в описании. Лично я свой девайс покупал в магазине Gearbest по цене 89 долларов. А с учетом кэшбэк можно купить еще дешевле. Так что кому нужно, спешите успеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А у меня на этом все. Всем пока и удачных покупок. Субтитры сделал DimaTorzok